Десять лет назад произошло переломное событие в истории современной России. Крым снова стал наш. В Ульяновске этой важной дате в новейшей истории страны посвятили концерт «Крымская весна на Волге». Во Дворце культуры Губернаторской перед собравшимися выступил Ульяновский государственный академический симфонический оркестр Губернаторский под управлением художественного руководителя и дирижера оркестра Андрея Данилова. Программу вечера открыла праздничная увертюра Шостаковича, которая еще больше подчеркнула торжественность момента. Ровно 10 лет назад произошло эпохальное событие, которое открыло новую станицу истории нашего государства. Я отдаю дань мудрости нашего президента Владимиру Владимировичу Путину, который не побоялся взять на себя колоссальную ответственность и принял это очень важное решение. На торжественное мероприятие пришли люди, которые не безразличны к судьбе нашего государства. Руководитель крупнейшего крестьянско-фермерского хозяйства в регионе Андрей Шадышков отметил, что на прошедших выборах жители нашей большой страны в очередной раз показали свою сплоченность, гордость за героическую историю России, многонациональную культуру, вековые традиции и веру в великое будущее. Воссоединение Крыма с Россией – торжество исторической справедливости. А Крымская весна – это событие возрождения нашей великой страны. И мне вдвойне сегодня об этом приятно говорить, ведь буквально вчера наш огромный многонациональный российский народ практически единогласно поддержал нашего лидера – Владимира Владимировича Путина. Председатель регионального отделения Всероссийской ассоциации учителей истории и общества знания Марина Бравина подчеркнула, что исторический Крым давно наш российский. Это произошло еще в середине 17 века, когда территория Украины была под властью польских магнатов. Тогда казаки во главе с Богданом Хмельницким попросили Москву о помощи в их освободительной борьбе. И в январе 1654 года казаки принесли клятву. Навеки с Москвой, навеки с русским народом, наверное, с русскому царю. И да, война началась. Но мне всегда очень близким кажется понимание того, что мы должны быть достойны памяти наших предков. Абсолютно убеждена, что наш президент, принимая в марте 2014 года решение о присоединении Крыма, он как раз и выполнял волю народа. На протяжении 10 лет Ульяновскую область и Республику Крым связывают тесные взаимоотношения. Подписаны соглашения о социально-экономическом, культурном, инвестиционном, туристическом и образовательном сотрудничестве. Нам ежегодно на туристических выставках, которые проходят в Москве, подписываются соглашения об увеличении туристического потока, в рамках которых мы проводим активную пропаганду по отдыху в Крыму, либо по отдыху в Ульяновской области. Также регион неоднократно участвовал в гуманитарных проектах, связанных с оказанием помощи соотечественникам. Между городом Ульяновском и Феодосией заключен договор о побратимстве.